Утром. Так, проверим настройки карты. Перестрелка, маленькая, быстрая скорость, рандом-рандом, ресурсы баланс, дипломатическую победу выключи. Таймер есть, без руин, питбосс, варвары обычные. Так, а города-весударство 6 штук стоят. Все правильно. Ну, все вроде окей. За Португалию. А что там у тебя еще было? Португалия? Да какая-то ерунда полная. Даже не запомнилась, я смотрю. Венеция, Венеция. А, и Бразилия. Венеция, Бразилия, Португалия. Да, у меня была Швеция, Германия и Марокко. Конечно, есть еще смысл, может быть, и Марокко попробовать, вдруг будет пустыня, да и караваны культуру дают. Тут может быть так, что города-государства будут где-то далеко. Кроме того, все-таки Германия, сколько там, плюс за рукопашные юниты, в смысле меньше содержания рукопашных юнитов. Ну да, я уверен. Неплохая штука. Вот, а Айрон у нас все думает, либо Монголию, либо Ирокезов. Так, у меня на 25% меньше содержания наземных юнитов. А, я еще 25 золота получаю, когда... Если юниты из лагеря перейдут на мою сторону, а на это 67%, то я получу еще 25 зол. Да, ну я с самого края. Блин, Айрон, опять тебя вперед выдвинули. Да. Ты у нас, походу, каждую... А у нас опять такая же расстановка, а какие-то и разы, пересвет. Да, да. Ну, в принципе, неплохие места. Я так скажу. У нас у обоих камней есть. Да. Кому-то надо будет или карнас делать. Ну, я на серебро, наверное, встану, правильно? Да. А я, наверное, вот на этот холм поселенцам встану. Или на холм с этими... Как его? С драгоценностями. Я бы на алмазы прыгал. Да, на алмазы лучше, потому что овцы будут. И овцы, и коровки там в третьем радиусе. Лучше в твою сторону оставить еще место, чтобы города поставить. С другой стороны, если я тут встану, то я быстрее к тебе города, например, поставлю. В сторону Ирокеза. Так мне куда? На клетку выше или левее прыгать? Без понятия. Ну, вот видишь, не повезло тебе тут с лесом. Ты хотел взять, а я леса нету по-хорошему. Давай подумаем. Так, второй город у тебя на алмазах. Ну, у тебя столица без... Будет это хренало. Слушай, что-то тиховато тебя, Олег, слышно. Ты вроде на максимуме у меня выверчен. Сейчас сделаю. Ну, вот, смотри, у тебя тут коровы могут быть. Я бы вот на этом холме остался. Где ты встал, нет? Ну, давай там ставить. Так, сильнее слышно? Да, нормально. Так, ну давайте на серебро становиться, да? Да. Смотри, тут у португальца уже слева горы какие-то начинаются. Да, у тебя есть горы. Надеюсь, мы друг от друга горами не отделены. Меня вот это волнует. Так, в принципе, я срю половину карты на Мондона. И у них где-то будет половина. Так, пока по-честному все. Не знаю, я почему-то не хочу на алмазы становиться. Я хочу вот на этом холме, где я родился. Ну, если я вот куда встал сейчас. Окей, срочно. Как-то мне тут больше нравится. Потому что, ну, коровы и овцы в третьем радиусе... Я там, может, лучше еще какой город поставлю. Еще какой город поставлю. Они уже города поставили все. Двое. Двое, да. Двое. Двое. Ну что? Пойдем, может, в религию или в животноводство? Забей, лошади. Лошади. Тут такая пока выглядит довольно ровная местность, то есть вполне могут коляски работать. Давай, Айрон, ищи соперников. Ищи соперников. О, Шерепада. Блин, но она за горами. Не очень хорошо. Так, лучше вернусь, наверное, сюда и сюда пойду. Тут пускай португалец разведывает. Олег, первым делом сразу открывай ГГшку. Не первые мы, да? Первые, первые. Первые? Я буду обещать защитить. О, похоже, я уже автоматически. Я не знаю, хочется под мрамор втыкнуть городом, то тут легко атакуются. Да. А, блин, это их местность. Вон, я вижу границы Сонгая. Смотри. Где? А, да. Левее мражу. Вижу, вижу. Ну, слушай, ну тебе надо город не под мрамор ставить, а вот в этом проходе две клетки, может, я не знаю. Вот справа от лоболома, кажется. Да, да. Хорошие места. И можно мрамор выкупить, чтобы они не обрабатывали. Ну, вряд ли у нас будет столько денег, конечно. Ну, скорее всего, он туда город втыкнёт. Но он пока нас не нашёл, так что... Ну, кстати, город неплохо зашёл. Вот, допустим, правее коров, правее ниже коров поставить. Слушай, тут между нами вообще такие поля. Мне кажется, тут вполне можно попробовать колясками. Смотри, тут холмы чисто между вот в этих проходах, да? Перекидывать коляски, в принципе, местность вообще офигенная. То есть, проходишь вот эту гряду, и Сангай колясками захватывается, как мне кажется. Как тебе такой план? А, наверное, пошли железо. Ну что, в гончарку, может? А? Зачем тебе гончарку? Железо. Не понадобится, да? Рано столкнёмся. Ну так, тут играем, быстро будет. Пошли по всему. Ну давай. Ну вот, я могу второй город поставить вот тут, где вино и пшеница в твою сторону, Ирокез. Ну да. Я обещаю защиту. А что ты постоянно защиту обещаешь? Что за защиту? Мы, может, тоже с Олегом хотим защиты пообещать кому-нибудь. Ну потребует, тогда пообещаешь. Короче, Олег, я обещаю тебя защищать. Да, кстати, а что у нас с лошадьми? Ой, у Рокеза лошадей дофига. У меня в третьем радиусе тоже есть. Ну, короче, лошади у нас есть. Я, наверное, тоже нас на серебро сюда поставлю, а? Как вы считаете? Куда? Вот где мой воин стоит. Ну, мне бы хотелось, чтобы ты всё-таки в сторону Ирокеза как-то ставил. Ты пока исследуй вот сверху от Лиссабона. Что? Ну вообще исследуй пока, как-то рано так было. Но в принципе, место, конечно, хорошее вот тут на серебре. Или вообще, может, вот в этой клетке, знаешь, где слева от овец, которая. То есть ты в проходе таком стоишь? Тебя тут только с одной клетки атаковать можно этот город? И ты вот это всё вокруг забираешь? Да, да, да. Вот сюда, да, да, да. Так, сейчас я построю дуболомы. И надо вот этот лагерь, который рядом с Анандангой, мне захватить. Ты идёшь перекрывать ему проход в эти клетки, да? Проход в эти клетки, да? Ну, нет, я не буду прям тут аж ссоваться. Я тут буду стоять, посмотреть в проходе. И он всё равно, скорее всего, не будет туда пытаться далеко просунуть город. Я вон сейчас на клетку ниже спущусь, просто вот тут и всё. Если ему поставить город, где стоит его развить, меня это, в принципе, устраивает. Мне так нравится вот конец карты, вот это сверху, как будто берег, знаешь, и там выше моря такое. Хотя на самом деле... О, там ещё одна ГГшка в углу. Прикольно. То есть мы три ГГшки как минимум нашли. И это, кстати, хорошо, что они рядом со мной, если мы вдруг внезапно до банков доиграем. Что, конечно, очень вряд ли, но вдруг. Ну, там граница, похоже, какая-то религиозная, возможно. Да, слушай, ставь, наверное... Я португальцу говорю, вот там, где мы решили второй город, но третий можно вот в сторону Ирокезы. Или всё-таки те Ирокезы какие-то места оставить? Или те есть куда ставить? Где именно? Ну, где скажешь, там и оставим. Ну, вот правее, ниже я не буду ставить. Я вверх, если что, буду там селиться или нет. О, Дальчанин пришёл разведывать. Вот он гад. Так, слушайте, ну что-то на нашей территории пока чудес никаких не находится. Шерепада... Слушай, а может, и Шерепада ты можешь, кстати, забрать? Если там дальше тоже какие-то горы есть. Какие-то варвары споршенные. Так. Блин, мы скрипнули. Чтобы Шерепада забрать, надо город выдвигать тогда под удар. Слушай, ну ты там следи за этим скаутом. Сообщай нам, куда он. В принципе, тут такая, конечно, гряда, что можно и обороняться, если уж так на то пошло. Если Дальчанин напротив португальца, то ты можешь ещё один город вот поставить рядом с горой, там вот выше Лиссабона. Я вообще не знаю, как тут можно берсерками будет пройти. Да, ну тут фигня. Куда ты предлагаешь? Да никуда ещё не предлагаю. Это так просто. Я размышляю по поводу того, что если берсерки будут на тебя нападать, то тут такая гряда, что можно спокойно там юниты в защите ставить. Дальчанин. Что он начал строить? Что начал строить? Босило. Видимо, под Шерепаду всё-таки хочет поставить. Угу. Слушай, а тебя не смущает, что там так дуболом сангайский гуляет? Не думаю. О, у меня Берлин прям на железе стоит. Причём мне ещё один развед нужен, я не проведу так. Берлин, сверху с лагеря варвар прётся. Армию строй. Ну, я знаю, что через речку. Ну, прокачаем слегка скаута. Блин, блин, блин. Нужно-ка построил. Не знаю, что он тут стоит. Ну, что, идти может мне дуболомами к тебе туда? Хотя я лучше бы лагерь, конечно, разбомбил. Дади. Что, денег дать? Денег дать. Или сказал, погоди. Уже дал. Я лучше откуплен. Давайте каменную кладку откроем. Нам надо с португальцем камень обрабатывать. Ещё, кстати, нам бы не помешал календарь, в том плане, что каменная мастерская там. Так что я предлагаю в календарь после каменной кладки. Угу. Так, куда тут чувак убежал? Блин, лагерей много. По идее, я сейчас могу насобирать всяких юнитов. Блин, он, походу, прям под тебя пытается город поставить такое ощущение. Нет у тебя такого ощущения? Нет. Блин, он, походу. где мы третий город можно поставить а может не на холме не хочешь скаута убить хочу датский пришел очень ну да я у него скаута моего может но мочи тогда не лучше да лучше так если он хочет обменять дуболома на скаута его дело но я сомневаюсь что он будет это делать что если он убивает скаута дуболома их она его нету сейчас возможность у нее ценят дуболом не в защите стоит у него да я ударил него у него явно промоушен появился только что я не вижу смысла его сейчас атаковать ну лечится ну пускай полечит хотя бы луком сначала ближайший лагерь может тюрих хочет блин я не успел ты его убил личный крик лёша спасибо не на самом деле у меня лечилка просто было я решил что надо вылечиться чтобы сильнее удар был вот давайте гончарка скрым так мы гончарку и открываем и в календарь идем вообще то есть прослушаю слушай ты не хочешь пока это дуболома не выводить у меня тут просто пусть вам напряжение сейчас может вести будет ну хорошо я просто вот этот лагерь хотел бы зачистить и сам зачистишь сам говори сам мной рукава блин ну какого хрена там появляется блин так куда мне дуболом становиться тела мне нужны тут разведами заблочу если что точно тогда эти вон лошадей буду защищать а у тебя мину мира я зная перестали во всякий случай конечно тут лагеря вокруг меня общение удобные да да но я сейчас вот разберусь с рядом со своим и я пойду все твои чистить что поделать так обстрелял его до суши может я не буду его этого копейщика трогать лучше лагерь этот убью а ты не против ну давай-ка ты я думаю вы и так добьешь просто хочется и себя двумя доволомом еще бы сейчас буду копейщика мочить так потом пока не будут лечиться потом опять там появится из этого лагеря конь чушь он сам меня добрый день слушает тут появился юнит и ты же какая-то смотри на лагерь вышел июне с лагеря протоколами ну когда я и встал я больше я вижу суши ну поставь хотя бы на лес вот город то есть продвинь поселенцам тебе надо этот город поставить она сейчас поставит сангай а я кстати убил лагерь и получил юнита оттуда у меня уже там три дуболома тебе на помощь они те убили юнитов нет а это ты отошел скаутом так слушай варвары отошли отлично но вы вы два прямо этих суши ну тимбуктуш берется по идее он не так уж хорошо и на залом не он хорошо я поставил весь играл на его месте так же самым поставим ясно метод варвары очень сильно помешали я один лишний ход потерял он не короче заполучил зоны контроля не смогла так перед уже был ставить нормальный выхон так мы сейчас дуболовами идти туда к сининке или я могу free to play делать я бы пошел он к леса бонус его лагерем помог или мне идти он туда сверху анандаги лагерь мочить ну иди наверх я его пока у получили там ты добьешь полин а и люди вообще сейчас город у меня уже 10 процентов к производству смотри наверно поставлены холм вверху под коровами а что научим колесо пошли на колесо а потом метка луков можно шиолик ты бы разведался у тебя еще справа немеца пока у тебя там было три дублома таганские зелани про не пробовал снять нет кстати надо стюриху попробовать зато я стюриха снял только что сейчас я козелу подойду этими смотри тебе достаточно сейчас дублом который на лошадях прыгнет на равнинный холм вот туда на две клетки я сейчас нему защиту и ты возьмешь дать ну давай снял нифига минус 10 на следующим ходом я подойду копейщиком возьму это вот смотрите я ставлю город видишь ниже ананданге и правее на холме стоит посел вот я там ставлю город я думаю тебе еще четвертый надо ниже анандаги поставить вот там где сахар железо ли овцы так а я наверно на вот этом на железе за лагерем так тоже можно все взял и взял сказела дань так с кого нам еще тут с хана и надо взять дэнди я португальцу то зря тяж тут лагерь где-то был около лиссабона зачем ты его убил забыл про меня да он мешал тут вообще да и не сомневаюсь он мешал сейчас вот можем совместно вот этот лагерь может еще скаутом про атакуешь или хочешь вам он туда тоже ведет сверху ставить суши купи может камень хотя бы это видео традиционно вышло при поддержке 2gis странно что многие думают что 2gis это просто навигатор или карта городов нет там много полезной информации например думаете в какой ресторан отправиться 2gis показывает отзывы из форсквэя и флампа чтобы вы сделали правильный выбор так что рекомендую зайти на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы забирай нет не дали так я скази вот они взяли о я первый по промке стал португалец ты помнишь что ты не должен этот лагерь забрать но атакуй помню помню ну вот брага кстати все таки ты не очень хорошо поставил вот порта в этой дырке хорошо потому что он только с одной клетки атакуется а брага вот можно вырубить лес на оленях и вполне надо было на овец да ну можно было просто на одну клетку вправо например на лук или не на выше не надо там уже ндн индонезиец лучше пускай ставит ну давай клепай тогда лучников только надо будет не забыть отложить строя открытие метколуков португалец как ханой скажу да не возьму давай португалец дать тебе дуболомы моего или не надо а около гранд ривера португалец глянь выше лиссабона видишь у меня поселенец где стоит я вот там хочу город поставить тебя не смущает нормально но они все в волю пошли твои предсказания олег не сбылись не рискнули экспериментировать про такой лагерь португалец о далее юнит обле слишком близко к берлину но это наверно хлопок еще тут где-то лагерь я сейчас найду да надо вот этот низ исследуйте там города надо ставить где-то сверху лагерь появился так по-хорошему я сейчас могу еще под врагу юнита подарить он стрясут с ханой и обратно мне отведет я а он стрясет с ханой с кизила тебе подарит и у стрясешь с кизила и потом он дашь мне обалдеть довольство суши еще португалец мне кажется что все-таки под шрипаду ты вполне можешь поставить город к штамм надо исследовать территорию но ну ладно вот тут исследуем меня смущает что у нас только одно чудо это шрипадой то граб далеко вот лагеречек тут так лишний хлопок кому ну не дает ретик кому нужнее весах через четыре года ово еще лагерь отлично этим лагерем я сам займусь так барак я часто спрашивают почему я не строю бараки в начале игры если у вас только не уникальные юниты вообще вот которые типа зулусов которые бараки реально хороший промоушен дают нету смысла потому что домовиде каменная мастерская лучше ты пустила построил город стыкну между нами чисто армии дальше при пол мясо ты мне говоришь ну да я думал ты сейчас там город поставишь между как бы некуда просто город ставить этому ты вот слева от гамбурга ты поставишь город ты можешь еще выше на холм втыкнуть суши ну тут совсем как-то местность грустная ну пофиг там город будет выжить ему молодец сейчас уверен что вот в этом углу какое-то чудо должно быть мне что-то кажется а может и не быть я думаю нужно наказывается то что они пирамиды решили построить ну да ты лучников строишь на для по дача с рабовищу достроим не нужен откуда тут варвары пришли хотелось бы мне знать она протоле сети я не буду минуты тащить я макси обратно подачу скоро так и будет слушай ну ты поставь в 4 это город или любитель прям в 3 играть тут внизу же неплохая неплохое место он на железо например прямо если бахнет будет выращу до 1 они тебе португалец я не поставлю но ничего особо не даст и ракезу ну как дополнительное производство ты можешь нам клепать ты будешь в гамбурге коляску устроил зачем тебе у меня нету лошадей вот сейчас а у португальцы их разграбили мне его куда вене у кого взять уже есть пускай саму присоединяется так ну сахар ну мне давай прокачиваем скаута ну блин и тут не дали мне пока только два лагеря дали юниты и деньги дополнительные кстати что у них по деньгам у сямы 76 плюс 0 у дании 67 плюс 0 у санга и 111 ну в общем у меня 320 суши можно пока не открываем метка луков то а да точно давай фото пошли так у меня пока два лучника есть но они письменность не открыли то есть великая библиотека у них не строится да тут она вообще не нужна слушай мне кажется португалец имеет смысл сутки под шрипаду поставить тут уж если берсерки будут нас захватывать значит что мы уже проиграли к этому моменту мне так кажется а куда именно поставить да блин прям под шрипаду я не знаю раз два а у тебя единственным возможность у нас по прямо под шрипаду вот справа от дуболома так они в классику вышли что это метка луки а нет а они открыли письменность они не понял я а куда они вышли ну конечно открыли они уже давно открыли нифига они не открыли а точно блин они просто открыли все технологии из античности из древнего мира давай сейчас лагерь будем защищать да иду бегу бегу тебе там второй дальний второй раз дальненький зеленый хочет дать ща гляну нет еще не прошло время ну отлично слушай давай тогда я тебе может подарю посела и ты сам поставь ну с моего подаренного посела поставишь город ты сам поставь лучше коляску клепаю вот ты помешался на этих колясках давай я сейчас начну года через три еще те коляску поставь года через три ну так сейчас вот посела достраиваю ну так сейчас вот посела достраиваю блин у меня три камня здесь так и хочется слушай а где то ж написано сколько он еще будет бояр ну сколько время должно пройти когда он медаль даст или нигде не написано нигде надо лучника отвести ирокезу может все таки мне построить построить это там геликарнас у меня три камня денег будет много слушай тут все решится на армии давай просто строить мясо я предлагаю у вас денег сейчас есть просто тоже строй коляски и перебрасывай или или вообще через ханой вот можно пройти снизу попытаться этим букту что-то сделать о взял к взял сказила дань сейчас еще пойду тогда стюриха возьму ну что открываем метка луки или еще ты строишь давайте еще один ход ну давай тогда письменно стойте если мы изучаем технологию а потом еще один ход остается он достраивается или уже метки потом метки пойдут давай математику тогда или лошадей давайте лошадей да и тут чудо нету ну зашибись все чудеса у них кому надо это серебро ну у меня плюс семь счастья пока что дай мне ну 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 метки давайте переключим добивай этого дуболом я тут пока полечусь постою а так стюриха я тоже взял дай все сказило и тюриха всем блин 567 денег может еще лучников под настроить это это считай только у меня денег на 10 апов на 10 апов метки классно может еще поднастроен то пускай буду еще увидим еще в магавке потом метро по им дублому мысль да ну что тогда открываем метка лука ну да открываем и я уже вот этот гранд-ривере слышишь этот в гранд-ривере не построится сейчас строитель он тебе в метка луком даже станет нет не уверен на устройство ну смотри лёша знает сыну убирали акт ландытина давайте лошадей а не стойте может сразу его купить до суши чуть и мы я и забыл про них пошли сразу в магавков так даже мне городок поставить да так ему внутрь или сахар у меня 10 часть но алмаза у меня у самого есть давай я у тебя сахара возьму а стоп так у меня и сахар есть по ходу мне тогда сахар пригодится ну попросили так куда же лучше поставить самое интересное что у меня вроде и армия 2 но при этом ноль то есть даже золото в минус еще не уходит нормально у них сангай совсем пранка не 18 при этом я только при этом сангай на холмах так стоит неплохо но всяком случае тимбукту и джене так ну там букту возьмем я думаю там столь нибудь уже легко забрать ну да ты главное там дорогу строй на дуны ты знаешь что делать так у тебя лошадей сколько сейчас этих 6 коляску подарить коляску и лук подарил рядом с анандагой так дорогу вот так тут чтобы с холма из берлина быстро коляска выезжала так она проще города будут соединить доставь может прям на эти на напрямую как они на благовония или провести чуть дальше что поставь вот мне довольство нет во поставь вот на этот на лук который между железом камнем и овцой а к шрипаде ты поведешь когда-нибудь еще до а ты я здесь ты рабочего сопрешь соприрабу блин сопри рабочего у дании быстрее португалия я думаю он специально ну что все равно ты а какое специально ты чего специально он не заметил думаешь а думал туда повел просто и и закончились ходы его подкарауливал но уже забыл удаляй зачем ты его повел прям те так рабочий нужен кажется лучше бы ты там медь пограбил так ну что город здесь строить ну я бы поставил вот эти скалу лук между железом камнем и овцой лук да мы буду удалять она ну как тимбукту весело горит лёша дай мне денег не не прожди у тебя что минус пошел минус минус надо хоть 20 монет на а ты не помнишь сколько там об в магавке 50 я вообще наверное приведу тебе копье и дуболома но может мне их пока тебе не дарить чтобы меньше содержание было я смотрю тебя там билет ли я тебе только коляске ну как не в тему для него он очень в тему построен так построю-ка я один караван пока я добавляю предложение мое я не знаю может мне его юниты расколупать и потом в городе пострелим тоже вариант я не думаю что тут типа прям стоит так с городом спешить действительно слушай знаешь что португалец мне кажется стоит коляске не дарить а вот пробовать снизу от ханой туда тоже нормально вообще прохождите даже можно не тимбукту атаковать агау побежать ему там гадить под голову типа такого хорошо где иметь разграбь или или ходит исследуй может даже не надо мете трогать ну португалец третий первый по производству я второй а Так я пограблю ему вином. Это арабома взлетит. А, вот у них, видишь, что? Виктория, ну зашибись. Я думаю, не только Виктория, раз он взял пантеонно. Плюс к деньгам. Что у тебя там дуболом португалец под городом стоит? Иди что-нибудь посмотри, не знаю, поделай. Ой, блин, я про этот лагерь совсем забыл. Неужели он сейчас мне отдаст в эту мете? Че-то просто поверить не нужно. Или ловушка какая-нибудь. Меня радует, что я воюю с Максимом Аном, а не с Олонсом каким-то. С каким-то Олонсом. Понимаешь, он увел юниты все в помощь Гао. Какая ловушка? Кто будет держать юниты в этом? Ну вот, видишь, тут у него еще и варвары. Раблю-то, да. Да, грабь медь, потом становись на камень, тоже грабь. Угнетай всячески. Гноби. Были бы гуси, ты знал бы, что с ними сделать, правда? Кто-то построил. Боже, варвары, варвары, а, разграбили ему железо. Пока стой, слушай, стань в защите, пока не иди на камень. Так, я ему люкс пограблю. Отлично. Мы им уже два. У них, ну, у Сангая минус два по счастью. Минус один, точнее, минус один. О, лошади. У меня генерал-гандит. Что? Я генерала набил. Ну, слушай, мы тобой восхищаемся, например. Спасибо. Вот никто из нас генерала не набил, а ты набил. Ну, вот видишь, ты, португалец, как бы оттянул армию дечанину на себя. Он уже не так резво пойдет помогать Сангаю. Так, теперь можешь там бегать этим дуболомом. Пускай он пытается тебя догнать, убить. Вот этой всякой фигней занимается. Так, минус 17, минус 7. Блин, вот это я медленно переключаюсь. Главное, чтобы тут варвары не появились и не разграбили мне. Все, уничтожен лагерь. Ты все-таки строишь амбар в Гамбурге. Ну, блин, у меня есть просто этот караван лишний. Я не хочу его на деньги, у нас денег дофига. Я хочу, чтобы у меня рос Берлин, чтобы тут производство было. Ты еще и караван построил. Да, у меня не было лошадей. Леша, монументов вполне достаточно для победы. Я не могу побеждать, когда у меня нет амбара. Это... Если мы проиграем, ты можешь сваливать на меня, что типа Халецкий лишний амбар построил. И лишний караван построил. И караван. Амбар и караван были лишними. Из-за того, что Халецкий их строил, мы проиграли. Так, я пойду сейчас в Люксэгран. Давать тебе этих копейщиков или пока еще не надо? Я смотрю, там строишь копейщика зачем-то. А я его давно-то начал строить. Или просто подводи их ближе к фронту. На дорогу вставать. Лисесины. Там вот в леса этим дуболомом спрячься. Блин, варвары убили мне. Моего пикинера Олега, копейщика Олега. Так, этого дуболома поведем к каракежу. Так, я ему только позиционные сердечки пограблющу. Если так. Неплохо. И еще этот камень, кстати, можем в столицу захватить. Вот где Геликарнадский мавзолей круто построить? Это в Берлине. У меня там четыре камня. Да, но я буду с него каждый ход восемь золота иметь. Слушай, ну ты, ты как, ты обломщик. Ну ты его подари. А, у тебя же меньше содержание, правильно. Да. Это. Нет, я вообще говорил про того, которым ты генерала защищаешь. Этот я точно не буду тебе пока дарить, пока не откроем магавков. Мне нравится, как Олег тут гадит уже снизу. Отлично. Вот это подрывная деятельность. Приятно наблюдать. Лошади пока закончились. Давай, пошли, короче, гау убрать. Что там колеска? Давай. Чего нам этот фондук не глупать, когда там силы? Так, еще четыре лошадки у меня есть. Так, пока рост в Кёльне и в Гамбурге мы остановим. Хотя... А, вот уже все, есть счастье. Тогда в Гамбурге пускай растет. Слушай, а чего у тебя там коляска стоит просто? Да. Ну, я смотрел на нее, он стоит-стоит-стоит. Ага, вы прям гау решили брать? Ну, окей. Давай сначала юниты, у вас полупаррены. Копейщиковые. Да. Ага, да. Ну, блин, зря я, наверное, сюда... Вот что тут скаут. Хотя тут и там, и там. Так, открыли Магавков апой. Кстати, вот тут по недоделанию механизма, допустим, с леса на дорогу, он не прыгает нормально, как положено. Веракезу. Так он только на своей территории? Не, вообще... Если лесом, допустим, а потом в следующей дороге, то он теряет. Только на своей территории. Это работает. Леш, потестируй как-нибудь. Увидимся. Да, я сто раз тестировал. Это работает только на своей территории, именно что немножко дебильно. Тихо выездом. Давайте композит построим. Куда идем? В верховую? Так, деньги закончились. Ну, подожди, там пускай апает иракез. Нам тут, в принципе, уже наука не нужна, если так прям откровенно говорить. Верно я говорю? Да, да. Такие же чувства. Мы это победили. Так. Канье. Я считаю, что это победа только благодаря тому, что я амбар построил. И про караван еще не забывай. Караваны приятные, бонус такой, вишенка на торте, а вот основную работу сделал амбар. Амбар! Ну, сейчас я звук-то век запускаю. Подводит. Тоже много войск. Что? Войска подводит он, видишь, снизу. Удивительно. А мы думали, они будут подводить войска больше. Так, 0-9 у Дании. У Дании типа науки нету. 18-4 у Сангая. Да. И у Сиама 38. То есть Сиам там типа сидит, развивается что ли? Я тоже не пойму. А Алонс так и любит в таких играх. Ну, замечательно, пускай развивается. Слушай, убери аквесасное рабочего с обработанным полмана. Сейчас я не пойму. Он хочет, скорее всего, вытянуть им этот. Берсерк как-то он хочет вытянуть. Да блин, а тут если захватят Сангай, то берсерки... Ну, я второй по промке, ты первый по промке. И в армии они отстают. Не, ну им как бы достаточно инженерное дело открытия и библиотек. Они видимо библиотеку держат для мастерских. Может мне тупо библиотеку построить пока? Я перезвоню, перезвоню. Да, перезвони Олег. Блин, как-то криво походил. Да, перезвоню, перезвоню. Да, перезвоню. Олег, ты коляску Сангайского добьёшь коляской? Под гаву. Она через холм не бьёт. Там столь на углах стоит, она бьёт. Ну я пробовал. Такой же коляску походила. Не, я следующим ходом. До этого пробовал. Всё, не убьёт. Ну ладно. Я сейчас попытаюсь вот этого копейщика внизу. Если получится. Ну чё, рассинхрон? Нормально. Поздравляю с захватом Тимбукту. Наконец-то ты его захватила, а не у тебя его захватили. Ты прям пророк, слушай. Мне больше нравилось отбивать её. Пошли в инженерное дело. Пошли в инженерное дело. Пошли в инженерное дело. Олег, может всё-таки под Швей commercial inclusivo поставишь один город? Но мы без него не выиграем, мне кажется. Ну, сейчас. Хорошо. Не сдаваться собираются? Вряд ли. Я думаю, Гау надо в любом случае взять. Я думаю, они очень надеются на берсерков. Да. Спирин, я добью копейщиков от этого. Ага. Обоих? Нет. Одного добью. Ты кликай, который накрывал, я кликаю на луга. Хорошо. О, он вылечиться успел. Опа. Захватывай рабочего. Опа. 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 поставил так прям на фон сместиться или на мазу или на железу ну да кстати так у меня два и не что-то сиама вообще не видно ну может сиам армию строит конечно и подводит ну дарит этим я я 2 парни а я последний они 5 они последние последний сангай он час все сконцентрировался видать на науке интересно я на четвертом месте по производству и только на четыре молотка от первого места отстаю ну сиам там в какое-то развитие прям реально играет я встану вот тут скаутом чтобы вы лошадь не бегала пускай пытается убить а он убил у него две лошади имейте ввиду ну убил скаута пофигу а а только эти дуболомов привел который у меня в дальнем углу были у тебя уже денег нету и хапать так сколько стоило кстати 50 я не обратил внимание 55 или 50 а вон коляски сиамы прибежали так я забрал дань ухо но я отлично сейчас надо посмотреть у кого меньше всего минус мне отдавая минус 3 всего ну да нет нет я хочу просто сохранить эти деньги сохранить пока я тебе дуболомов не подарил понимаешь сохранить они надо у того кого меньше всего вход так что мне передавай португалец забирай забирай окей блин было два хода до открытия математики стала 5 как вы мне все деньги отдали и 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 Да не, нифига, ну не нужны тут реально деньги уже больше и все, прям откровенно говорить, просто армия Пускай наверно вырастет Кёльн, так а остальное пока пускай не растет, кроме Берлина Какая армия португальцев тут идет А у Сангая сколько вообще городов, так, у Сангая вот эти два города и все собственно Ну что, теперь же синхрон все-таки Я немного накрикал Так, я тебе там подарил дуболома, глянь сколько тебе денег дать, чтоб ты его апнул Сейчас 80 А, 80 все-таки Ну слушай, это дикар, возможно дикар дороже апается или нет А, наверное, да, 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 точно А что ты повел, я да хотел тебе денег дать, чтоб ты его апнул Блин В смысле повел, там худого нет Ну, подождай, чтоб я тебе дал денег, ты его апнул А то сейчас ты его не можешь апнуть Ну, Сиам какую-то армию привел Посмотрел Вы ГАУ возьмете-то? Вы ГАУ возьмете-то? Да Может тебе коня построить какого? Коня построить Может Сейчас слышу, Дмитрий, там все в порядке? Приглушение Так, даю тебе 80 золота, чтоб ты этого дуболома апнул Ты его только апни Сколько у вас счастлив? У меня одно Пять Пять, но я сейчас буду строить же город Возле Шрепада Пять? Да Но могу Делись, Люкшу Тебе Шрепада даст два счастья Ну, Ирокез первый по производству, я третий, надеюсь, Португалец второй? Твой? Да Да Ну, отлично Так, нужно быстрее матч доиграть в футбол Да, давай как-то постарайся уже Мы из-за тебя затягиваемся Там коляска сиамская может твоего рабочего на мраморе захватить И он его видит, по идее, за счет рабочего Нет Нет У Джене Нет Там если бы был бы Холмом, он бы видел, и так на логах он не видит Ну смотри Спасибо Знаю И Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну все, лично у меня больше дуболомов нету на АП. Соответственно, могу вам раздать деньги... О, у тебя 60... А, ты город захватил. Так что я, наверное... Все деньги сливаем портуарцы, но мы и науку забиваем, у меня слишком большой минус. Так, я первый по промке стал. За счет этого построил... Каменную мастерскую построил. Три камня. Убьешь генерала? Куда мы, фу, ведется? Ну, в сторону Сиаму поведет, я думаю, там... Как вам юнита нет, который прикроет ему, он по-любому стухнет. А, хотя он... Ну, вот видишь, коляской, коляской. Е, готово. Ну, все, на датчане. Или, может, там проход к Сиаму, наоборот, лучше? Потому что, если тут датчане какие-то холмы... Я тут оставлю пару юниту, просто вот, афигуру, что это все. Так, у тебя там несчастье не началось в случае? Ницидент. Блин, португалец, деньги забери, я не могу предложить... Ирокезу... Португалец, деньги возьми быстрее, предложение, прими. Давай, 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 сейчас. Прими предложение. Принял. Айрон, счастье. Спасибо. В принципе, можно еще городов поставить. Бери серебро, Джош. КОНЕЦ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, Лёш, юнитон мне не дари, у меня сейчас штраф пошёл за слишком большое количество. Ясно. Айрон, ну что, какой план по Архузу будем? Погоди. А? Так, погоди. Погоди, он говорит. Хорошо. Блин, что-то хреново за клетка. Сам юнит потерял, он лучше меня убил при этом. Лёш, куда ставить, как думаешь? Ну, я бы, честно говоря, поставил вот на лес, прям рядом со Шерипадой. Вот, да, где варвар. А чей-то рабочий, твой или Ханоя? Не-не-не, не мой. Слушай, если Ханоя, будет очень классно вернуть его и засоюзить Ханои. Почему ты его не так подорву с ним подводишь? Ну, он типа ждёт от тебя указаний. Или давай сразу на Копенгаген пойдём, там на ОКУ спробью лично. На Копенгаген? Ну да. Тут он армейку такую держит определённую. Ну, Копенгаген не легче, на меня такой. Блин, больше я нигде не могу поставить город. Вот, надо было Брагу на одну клетку ниже, я бы сюда мог поставить город тогда. Идеи я вот сюда могу поставить. Ещё. Я второй по промке 44, это без золотого века. Я через два хода закрою волны. Здесь можно ещё... Чё мне брать? Ну, либо учёного, либо генерала, что-то, какие-то варианты. Ну, уже можно что-то заинженерить. Ну, генерала, мне кажется, тут, по-моему, некуда ставить крепости. Да, кстати, заинженерить. Что ты хотел заинженерить? Что-то. Ну, а, слушай, великую библиотеку давай заинженерим. Чтоб они не взяли. Мы не открыли библиотеку. Давайте письменность переключимся. Я думаю, там хода два. Так, у меня науки нет, мне всё равно бесполезно переключаться. Португалец, на письменность переключись. Да, два хода. Отлично. Отлично. Только шо нам брать из библиотеки? Ну, шо просто им не досталось. Я думаю, что они её держат специально под персетку. Ну да, деньги возьмём. Какие? А, ну да, деньги, точно. Деньги. СИГНАЛЫ 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 Продолжение следует... 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 у тебя штраф за юниты уже прекратился да но я думаю нет пока не стоит дарить их у тебя тут немерено поведу я захотел тут рабочего у сангая отдам тебе под гао или те не нужны рабочие мне не нужны в принципе лёша обрати внимание слышишь два варварских у бухареста копия царя соломона не ну блин олег ну чем я выглядит красиво но я июнь это не поведу это тебе надо захватывай забирай рабочие освобождая это ханой явно засоюзится просто с одной стороны хочется скорее архуз захватить займи левее окуса холм есть равнины туда коляску поставил просто клетку и на лес на углении ничего не ставит туда буду ставить ну а а Продолжение следует... Да блин, что-то мигает. Какие-то деньги есть. О, козил. Не понял я. Че я козил стал? Союзником португальца? А что ты сделал? О, наконец-то. Наконец-то, да. Блин, а я не насладился кое-чем. Слышишь, по-пантелону. Чем ты не насладился? Да, отправкой двух рабочих в Ханой. А-а-а. Захватом Оркутса. Ну, я не знаю, вот че они тут так тянули лямку, честно говоря. Я так понимаю, что у них единственная была надежда на этих берсерков как-то в них выйти. Но, похоже, никак у них не получалось. В итоге. Все равно, у них пронки бы не хватило, чтобы держаться. Короче, я считаю, что нам вот свезло в том плане, что у нас получилось много армии в начале. И денег мы вот взяли, я, Дань, потом ты взял, да, Дань, и я еще взял, Дань. То есть денег получилось на АП, все в Меткалуке. И благодаря этому Тимбуктуу... Это... Посмотри, они так же самое могли под Ханой подойти спокойно взять. Потом под Бухареста могли спокойно взять. А Тегешка находится на Паскадурке. Могли. Я ж не спорю, что... Не могли, могли. Но, знаешь, мне такое ощущение, что это противоположная часть, вот как было в прошлой игре, когда ты с Эфиопом расслабился, а он пришел Меткалуками. Так и тут, мне кажется, Сангай решил, что он так офигенно города поставил, что все уже не захватить, типа никак. А тут ты так резко пришел. Ну да, города он, в принципе, хорошо расстраивал. Да, продавил ты по холмам там неплохо. Вот. Ну и как-то, мне кажется, Сиам что-то... Так, это Сиам как-то вообще не видно было, не слышно особо. А он как-то в конце только пришел, что-то сгал... Ну не знаю, может он им дарил какие-то юниты, мы же не видим, как у них тут. Все, может загрузить, кстати, за них игру посмотреть. Ну Сиам тут сзади получается, 4 города у него. Ну, по-моему, у них такая же территория, как у нас примерно, вот... С такими же лугами, горами, кое-где есть холмы. Вполне такая равная игра. Все по-честному. Блин, Сиам тут в цепочку за холмами выставил юниты, типа... Для защиты от тебя. Он, видимо, думал, что после Гау на тебя... Ты на него пойдешь. Ну, там неудобно было на него идти. Короче, они открыли инженерное дело, и в следующем они уже могли металлкастинг открывать. Но ты забрал у них эту великую библиотеку, и все. Чего? Мне кажется, Сиаму надо было еще города строить, потому что ему тяжело было помогать Гау. Смотри, какие классные города. На Мраморе и на Какао. Кстати, смотрите, они расположены поближе, а их столь не друг к другу. Ну да. У них еще мест для классных городов. У них два Мрамора еще не занято. Два Мрамора, свинья и Какао. Да, вот сверху от Сиама куча хорошего места, в принципе. Кстати, он великого торговца вел к Бухаресту, похоже. Хотел засоюзить. Да. И медь внизу не занята. Хорошая. Вот Сиам, короче, спереди поставил место, типа, чтобы Сангай туда города оставил, но в итоге она так и осталась не занята, потому что там пришлось чисто армию клепать потом, чтобы отбиваться. И так место не заняли. Ну, так надо было и Сиаму хотя бы ставить тогда действительно. И перебрасывать войска через эти города. По-моему, опять хорошая игра. Нормальная командная игра. Ну, тут ключевой момент была постройка амбара в Гамбурге без одного игрока. Ну, я тебе говорил, ты не верил. Вот убедись, пожалуйста, что амбар выигрывает партии. Прям в лед, в лед. В общем, нам одна игра в групповом турнире осталась сыграть. Думаю, от этого зависит, первое или второе место мы в группе займем. А так, в принципе, неплохо. Кстати, опять всю игру провел чисто на монументах. У меня кроме монумента ничего не было. Да, ну, у нас тут, видишь, такое распределение. Ты постоянно воюешь, потом к тебе присоединяется Олег кое-каке. А я там из тыла подвожу чисто мясо, чтобы им забрасывали врагов. Ну, нормально. В принципе, распределение ролей. Но у нас последняя игра будет Запад-Восток. Там уже я не думаю, что тебе придется прям сильно много воевать. Там надо будет поиграть в развитие. Возможно. Частично. Ну, или на воде там, я не знаю, какие-нибудь... Триремами, Галиасами. Ну, точно не вот на таких, не на начальных юнитах. Все, спасибо за игру. Все, спасибо. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры подогнал Игорь Негода.